Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка по тексту Острожской Библии 1581 года. И сегодня мы будем читать четвертую главу этого Евангелия. И она начинается словами на старославянском «Паки» – это значит «вновь начать учите при море». Мы уже знаем, почему Христос учит при море. Он садился в лодку, лодка чуть-чуть отчаливала от берега, так что для людей положите границу, где они стоят. Это одна причина. Другая причина – голос громкий, отражаясь от воды, усиливается. Это вторая причина. «Паки начать учите при море, и собрась к нему народ мног, як уже самому влезшую в корабль, сидите в море». То есть он сам в лодке сидит, лодка на море. И весь народ при море на земле бяше, а народ на берегу. «И учаше их притчами много, и глаголыше им воучение своем». То есть Христос учит притчами. Что такое притча? Притча по-еврейски – это медраж. То есть это некий такой рассказ, который имеет повествовательную форму. Это может быть сказка, легенда, некий миф. Но со внешней стороной притчи всегда скрывается духовная сторона. И она самая главная. На русском языке более понятное слово «басня». Как говорят, «басня – ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок». Почему Христос говорит в притчах? Во-первых, было пророчество о Христе, что он в притчах откроет уста свои. Во-вторых, простым людям это более понятно. Вот если, например, друзья, вы слушаете какую-то проповедь, священник может очень красиво, долго что-то рассказывать, но вы не запомните всего. А вот какую-нибудь притчу, которую он расскажет, какой-нибудь пример, образ – это вы запомните. Это вы запомните. Вот так устроено человеческое восприятие. Поэтому Христос как бы сообразует свое служение Слова с состоянием самих людей. Как в книге пророка Осия сказано, Господь говорит «узами человеческими я влек их к себе». Что значит «узами человеческими»? То есть Господь собеседует с нами, используя наш понятийный аппарат. И он знает, в каких образах, выражениях лучше быть понятым нами. Итак, Христос начинает одну из притч. «Слышите?» «Се изыди сеей сеяти» «То есть вышел сеятель сеять» «И бысть егда сеяше ово» «То есть одно падено пути при дороге» «И придуша птица и поза баша е» «Другое же паде» «Из того, что сеется» «На камене» «И де же не имеше земля многие» «То есть там, где камни, но мало земли» «И абе» «Абе тот час» «Про зебе» «То есть засохла» «За не не имаше глубины земные» «За не не имаше», так как не имела глубины земные «То есть где пустить корни» «Солнцу же воссиявшу при свяде» «И за не не имяше корене ише» «Солнце взошло и завело» «Другое семя» «Паде в тернии» «И взыди терния» «То есть выросла терния» «И подавие» «То есть пшеница не выросла» «И плода не даст» «И другое паде на земли добре» «Хорошая земля, добрая» «И даяше плод» «Восходящ и растущ» «И при плодоваше» «На тридцать и на семьдесят и на сто» «И глаголаша» «Имей уши» «Слышите» «Да слышат» «То есть здесь Христос рассказывает притчу о сеятеле и о том, как семена попадают на разную почву» «И действительно, Слово Божие, оно попадает на разную почву» «Разные сердца, разные души» «И в зависимости от этого, разная реакция на Слово Божие» «У кого-то отторжение, кто-то восторженно это принимает, а потом забывает об этом, а у кого-то доброе сердце, добрая душа, она как добрая земля и почва принимает это семя» «Далее говорится следующее» «Егда же бысь един» «То есть когда Христос остался один с учениками» «вопросиша его иже беху с ним со обемя на десяти» «То есть его ученики спрашивают его, двенадцать учеников, о притче и глаголаша им» «Ученики спрашивают, а какой смысл этой притчи?» «И глаголаша им, вам есть дано, ведайте тайны Царствия Божия, о нем же внешнем в притчах вся бывает» «То есть Христос говорит, вы можете принять истину о Царстве Божьем, вам дано это, а вот другим людям им понятней будет в притчах» «Они внешние, о нем же внешнем в притчах вся бывает» «Да видяше видят, и не узрят, и слышаше слышат, и не разумеют, да никогда обратятся» «И оставятся им греси» «То есть с этими людьми сложнее» «И глаголы им» «Не вести ли притча сия» «Не понимаете ли смысл этой притчи» «И како вся притча, разумеете» «Неужели не разумеете» «Сеяй слово сеет» «Сии же суть, и же на пути, и где же сеется слово, и когда услышут, обе приидет сатана и отымет слово, сейное в сердцах их» «То есть при пути, если семя упало, а какой путь имеется в виду?» «Широкий пространный путь, по которому все вот так вот в ад идут, где плащ искрежет зубов» «И там на обочине, если семя сеется, слово Божие, дьявол быстро это все отбирает» «То есть не надо жить идеологией большинства» «Это для нас недопустимо» «Мы должны дистанцироваться от коллективных грехов наших современников» «Потому что выбор большинства всегда будет против Христа» Когда толпа, вообще философия толпы так устроена, выбирает между Христом и дьяволом Они всегда изберут воравву, воравву изберут, дьявола, но не Христа «И сии суть такожде, и же на каменных сеемие, и же егда услышут слово» «Здесь Христос говорит, а вот на каменистой почве то, что сеется» «Егда услышут слово, а обе, то есть сточас с радостью приемлют е, и не имут коренья в себе» «Там же каменистая почва» «Что такое каменистая почва в душе нераскаянные грехи» «Они не дадут прорасти семени Слово Божие» «Надо сначала решить вопрос с грехами, а потом уже заниматься таким духовным самообразованием» «И не имут коренья в себе» «Но времени суть, то есть одно время им это все нравится, другое время нет, они непостоянны» «Та же бывшая печали или гонению в словесе ради обе соблажняются» «А когда гонения начинаются, печали всякие, сразу отказываются от слова» «А сии суть иже в терния, сеямия» «Теперь не каменистая почва, а посеянная в терния» «Слышащие Слово и печали века сего, и лесть богатства, и опрочих похотей входяшее подавляют Слово» «И бесплодно бывает» «Вот здесь говорится о семени, которая упала в терния» «Святое причастие как раз попаляет терния при грешении» «Но если нету святого причастия, а Слово Божие попадает вот в эти терния, едва ли оно даст хорошие всходы «И сии суть иже на земли добре, сеямия» «А теперь о доброй почве» «Иже слышат Слово и приемлют, и плодствуют» «Плодствуют» «То есть приносят плод» «Добрая душа» «Она принимает Слова Божие и приумножает добродетели» «На тридцать, и на шестьдесят, и на сто» «То есть результат будет хороший» «И глаголы шиим» «Еда, светильник приходит, да под спудом положат его, или под одром, то есть светильник, если зажигают, его же не кладут, под спудом не накрывают, или под одром, под кровать не ставят, не дали на свечнице положен будет» «Наоборот, светильник ставят на видное место, на свечницу, на подсвечник» «Несь ботайно, еже не явится» «Небысь потаенно, но да приидет в явление» «То есть зажегшую свечу ставят на подсвечник» «Аши, кто имать уши, слышите, да слышат» «И глаголы шиим» «блюдете, что слышите», то есть внимательно относитесь к тому, что слышите «вниужу меру мерите, возмерится вам и приложится вам в слышащем» «Иже бо аше имать дастся ему, а иже не имать, и еже имать отымется от него» «То есть тот, кто имеет, дастся ему еще», «А тот, кто не имеет, то есть не приносит плода добродетелей, отнимется и то, что он имеет» «А тут немножко непонятно, как это так» «Тот, кто не имеет ничего, скажем так, а что у него можно отнять» «Речь идет о том, что многие таланты мы получаем природным образом от Бога» «Но это абсолютно не наше, поэтому можно сказать, что мы ничего этого не имеем, как своего собственного» «Но если этими талантами мы не служим Богу, то Господь отнимет у нас и то, что мы имеем» «То, что он нам дал» «Кто-то, например, имеет возможность иметь рассуждение, хорошие речи может произносить» «Кто-то может много трудиться физически» «Человек должен эти свои таланты использовать для того, чтобы обогащать мир вокруг себя» «А не замыкать их в неком таком самолюбовании на самом себе, что совершенно недопустимо» «И глаголыше тако есть и Царствие Божие, як уже человек вметает семя в землю» «То есть Царство Божие есть такая ситуация, когда человек сеет семена, вметает в землю и спит, и встаёт ночью, и днию, и семя прозябает и растёт» «Человек наблюдает за этим полем» «Як уже не весть он, но он не знает» «В себе земля плодит прежде траву» «То есть мы не видим внутренний рост, как зерно под землёй реализуется» «Потом класс, как оно превращается в колос» «Та же исполняет пшеницу в класс», как колос наливается пшеницей «Як даже созреет плод», то есть когда вырастет пшеница «Абия», то есть тот час «Послёт серп», то есть жнецов серпами пошлёт «Як у нас та жатва» «То есть тайна духовного роста для нас непостижима» «Мы можем человеку сказать слово о Боге, провести какую-нибудь беседу с человеком» «Может быть, за чаем, пригласив его домой в гости» «А потом-то мы не видим, что происходит с ним, но это может расти» «А когда он созреет, он может восколоситься» «И дай Бог, чтобы мы оказывали на людей только вот такие благостные, хорошие влияния» «А когда будет жатва» «Ну, момент жатвы для каждого из нас – это наша смерть» «Обычно, когда мы говорим о жатве, мы имеем в виду жатву последнего дня» «Когда Господь пошлёт ангелов, и они соберут всех и отделят злых от добрых» «Но смерть каждого из нас является таким же моментом» «И глаголыше чесому уподобим Царствие Божие» «Чесому», то есть «чему уподобим Царствие Божие» «Или кои притчи приложим е» «Какой притчи? Объясним» «Яко» И предлагает другую притчу «Яко зерно гурушечна» «Гурушечна» – это горчичное зерно «Еже егда всеена будет в земли» То есть, когда горчичное зерно сеется в землю «Мнее всех семен есть земных» Самое маленькое семя горчичное «Мнее всех семен есть земных» «И егда всеена будет возрастет» То есть, когда вырастет «И будет более всех зелий» То есть, вырастет в дерево «И сотворит ветви велье Яко мощи под сенью его птицам небесным витати» То есть, из этого маленького горчичного зерна «И в кроне этого дерева «Яко мощи» То есть, можно под сенью его птицам небесным витати» То есть, можно прятаться под этим деревом «И таковыми притчами многами глаголуши им слово» То есть, он часто говорил «Яко же мажаху слышите» То есть, исходя из того, как слушают «Без притча же не глаголуши им словесе» «Особ же учеником своим сказайше вся» То есть, простым людям он без притчи не говорил «Но особо, когда беседовал с учениками, он говорил с ними уже по существу» Теперь мы читаем окончание четвертой главы «И глаголы им в той день «Ветрена велика» То есть, когда он оставляет народ И вот корабли отплывают «И буря ветрена велика» «Волны же взливахуся в корабль» То есть, поднялась буря И волны стали захлестывать корабль «Лодку», в которой находились ученики «Яко же уже погружайтесь ему» То есть, уже лодка утопает Он с учениками в этой лодке «И бея сам на корабле, на возглавнице спя» А Христос спит в этой лодке, большой лодке Ученики в панике от того, что волны уже заливают лодку А он спит «И возбудиши его» «Его разбудили» «И глаголуши ему» «Учителю» «Не родиши ли яко погибаем» «И восстав» Ученики будят его Кстати, ученики, которые будят Христа Это образ молящихся людей Молящихся людей «И восстав» «Христос встал» «Запретил ветру» «И речи морю» «Молчи» «Пристани» «И улеже ветр» «И бысть тишина вели» То есть, когда Господь Вмешивается в какую-то сложную ситуацию в нашей жизни Наступает затишье «И речи им» «Что тако страшливи есте» «Что вы такие трусливые» «Страшливи есте» «Како неимати веру» «И убояшися страхом, велием» Ученики перепугались Увидев, что он повелевает морю и ветрам «И глаголаху друг ко другу» То есть, между собой они начинают обсуждать «Кто у бы сей есть» «Кто он такой» «Яко и ветер, и море послушают Его» И действительно, ветер и море послушают Его А мы послушаем Его Дети наши послушают Его Внуки наши послушают Его Или правнуки наши послушают Его Мир природы безропотно послушают Господу И только мятежное человечество Противостоит Ему И в этом смысле мятежное человечество Хуже бесов Ибо о бесах сказано, что Веруют и трепещут Сегодняшнее евангельское чтение Оно очень важное Старославянские слова Показывают объем Евангельского повествования Как бы предлагают нам Новые речевые формы И поистине Имеющие уши Да, слышат «Рыбирь» Продолжение следует...